Этот зал перестал быть главным центром политической жизни. А раньше съезды партий проходили здесь, в том числе и 20-й. В закрытое заседание, в тот день, 25 февраля 1956 года, Хрущев сидел в президиуме между Мулганином и Ворошиловым. Те же пять ступенек к трибуне, та же самая трибуна, что, товарищи, в отчетном докладе ЦК КПСС к 20-му съезду, в ряде выступлений делегатов съезда, а также ранее на пленумах ЦК КПСС, уже много говорилось о культе личности и его вредных последствиях. Вот это впервые признавалось, что и мы не безгрешны, и не в частности их не безгрешны. И значит, впервые получалось, что и нам нужно меняться. Вот тут исток нашей реформации. Действительно уж выстраданная перестройка. Исток именно нашей реформации, реформации сверху, когда вот это противоречие и призывы к политической самодеятельности масс, и тогда давайте не будем давать оружие в руки нашего классового противника. А сейчас давайте не будем раскачивать нашу общую лодку. И еще. Тогда партия сама объявила борьбу с культом личности. Партия сама провозгласила идею революционной перестройки. И то, и другое с трибуны, с высокой трибуны провозгласили. Трибунная фаза. Ту перестройку не удалось сделать необратимой. И если сейчас главная задача в этом, то значит в этом главный урок. Нет, все былые недомолвки. Домолвить ныне долг велит. Пытливые дочки-комсомолки, поди, сошлись на свой главли. ПОДПИШИСЬ! Продолжение следует... Продолжение следует... Что перелом истории совпал с нашей зрелостью человеческой. Подвиг это или не подвиг, но самым важным представляется мне сейчас. Перестать политиканствовать, перестать говорить полуправду. Мы стоим сейчас перед такими трудными задачами. Нам так трудно договориться между собой, убедить друг друга, найти правильный путь, что только при условии полнейшей искренности, абсолютной честности, отсутствия действительно всякой тени политиканства мы можем этого достигнуть. И вот это, я не знаю, подвиг или не подвиг, но это нравственный императив сегодняшнего дня. Юрий Григорьевич Буртин, литературный критик, родился в 1932 году. По окончании Ленинградского университета учительствовал в школах Костромской области. Выступает в печати с конца 50-х беспартийной. В 1958 году был исключен из кандидатов члена КПСС за попытку выдвижения на собрании своей школе кандидатом депутата Верховного Совета СССР Александра Трифоновича Твардовского. В 60-е годы сотрудник журнала «Новый мир», редактор раздела «Политика и наука». В 70-е годы практически не печатался. В последнее время вновь выступает в печати как литературный критик. Александр Евгеньевич Бовин, публицист. Родился в 30-м году. По окончании юридического факультета Ростовского университета работал районным судьей в Краснодарском крае. Затем в райкоме партии. По окончании аспирантуры философского факультета МГУ в журнале «Коммунист». Затем с 1963 по 1972 год в группе консультантов ЦК КПСС. С апреля 1972 года политический обозреватель газеты «Известия». Что сегодня больше всего питает ваши тревоги? Пожалуй, две вещи. Первая, но верная, то, что мы не можем накормить людей. Накормить людей. Я боюсь, что здесь, если есть какая-то угроза перестройки, то здесь я вижу наиболее такую, ну что ли, доступную массовому сознанию. Ведь когда мы опять четвертый год будем в газетах писать о гласности демократии и радоваться этой гласности, а люди будут приходить в магазин, и там ни черта не будет, «Извините, вот тут нам, так сказать, могут очень крепко как-то не поверить и просто сказать «Кончайте вы с этой болтовнёй и что-то другое надо». Вот это номер один. И второе, и второе, конечно, это демократия. Много сейчас говорим о демократии, но те, кто нами управлял, нами и управляют. Те же люди, те же партийный аппарат, государственный аппарат. Я слышу часто обвинения, что я, так сказать, человек я честный, но с тактикой у меня плохо. Но я считаю, надо успевать делать то, что есть в твоём времени и, в общем-то сказать, тактика, можно тоже сказать, такой чисто тактический лавирный, можешь очень далеко завести. Очень далеко завести. Потому что всегда делать ровно столько, сколько якобы тебе отведено и так далее, я не верю в то, что это возможно, понимаете. Я думаю, что это всё-таки, сказать, это путь к ревизионизму, путь к оппортунизму. Потому что это всё равно поводок, только подлиннее. Да. Поэтому я думаю, что надо успевать вот то, что есть сегодня. Мне многие говорят, ну, знаете, вот в Москве, ну, это так пишут, так, как будто перестройки последние. Ну, это так и надо жить, в общем. Перестройки в любви, во всём, может быть, последний день. Значит, это скучно. Егор Владимирович Яковлев, публицист, родился в 30-м году, окончил Московский историко-архивный институт, работал в московской печати, в газетах «Советская Россия» и «Известия», первый главный редактор журнала «Журналист». С 86-го года главный редактор наиболее шумно оспариваемой сегодня газеты «Московские новости», прежде известной в основном благодаря соревнованиям фигуристов. Юрий Фёдорович Корякин родился в 30-м году, окончил философский факультет МГУ, а затем аспирантуру этого факультета, работал в журнале «Проблемы мира и социализма», был спецкором «Правды». В 69-м году, в феврале, был исключён из партии за доклад на юбилейном вечере памяти Андрея Платонова в ЦДЛ, восстановлен в ноябре того же года, автор литературоведческих и критических работ. Вот там дети 20-го съезда, очевидные сторонники перестройки. Мне вот что волнует. Собрать бы их всех или порознь, чтобы каждый из них подумал бы вот над чем. что он не додал. Не умиляться своими заслугами и подвигами. А знаете, вообще говоря, единственная практическая и политическая самая вещь, она состоит в том, чтобы решать задачу при наихудших условиях. Вот один из главных, может быть, уроков. Вот сейчас всё равно проигрывается вариант. Нужно проиграть вариант такой. Может быть, именно сейчас, когда вот, ну, хочется впасть в эйфорию, просто, ну, тянет. Ох, как было бы хорошо, чтобы было всё обеспечено. Это самые опасные моменты, потому что в это время уверен совершенно, абсолютно уверен и вот готов держать пари, извините за гусарство, что узнаем об этом, что вот в эти минуты, когда мы думаем так, говорим так, принимается постановление, сидят какие-то новые, как их там, Игнатовы, так, сидят какие-то новые, Брежневы, сидят какие-то новые, Ива, и сидят, и, и играют. Мы ходим так, так, этого уговорил, этот как, они сидят, они работают. И это надо предусмотреть всё время. Потому что если ты проиграл, то это не тебя обыграли, а это ты проиграл. Велела не быть успокоенным Родина мне. Пусть мне говорят, успокоенным. Спокойным я бы не смею. Покуда наследники Сталина живы ещё на земле, не будет казаться, что Сталин ещё мазареет. И тогда, когда я прочёл впервые наследники Сталина, многие люди вставали, хлопали креслом, возмущённые выкрики. Тогдашний председатель Союза писателей РССР Соболев прямо назвал это стихотворение антисоветским. Произошла одна парадоксальная вещь, что наследники Сталина не перепечатывались... 26 лет. И когда неделя снова напечатала наследники Сталина, снова получили огромное количество писем, обвиняющих меня в антисоветскости. Лен Вячеславович Карпинский, публицист. Родился в 29-м году. Окончил философский факультет МГУ. Сын Вячеслава Алексеевича Карпинского, близкого к Ленину ветерана партии, историка и экономиста. Преподавал в Горьком, затем на комсомольской работе. В 59-м, 62-м годах секретарь ЦК ВЛКСМ, с 62-го по 65-й редактор газеты «Правда» по отделу пропаганды, член редколлегии газеты. Впоследствии в известиях издательстве «Прогресс». Сейчас научный работник. Исключенный в 75-м году, в 88-м году, 21-го октября, восстановлен в партии с полным стажем. Все-таки ведь в партии есть одна характерная особенность. Она же отвечает не только за надои молока и за количество яиц от курицы несушки. А в обобщенном виде она взяла на себя историческую ответственность за создание справедливого общества и более эффективного, чем то общество, которое мы называем капитализмом. Как вы думаете, ведь глубокая тревога по поводу того, что это вот не получается, и что наоборот, мы все больше и больше занимаем места в этой шеренге стран. да и весь наш образ жизни недостойен социализма. Тревога по этому поводу с точки зрения ответственности исторического идеала должна была нарастать? Да. Она и нарастала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok для меня это справедливость. Прежде социальная справедливость. Вот социализм. Правда, что вы не меняли партийного билета? Нет, я менял партийный билет. Я не менял, впрочем, корочку. Не корочку, а вот видите, вот это написано ВКП, никого в общем очень ясно, ВКПБ. Когда я вступал, нет, внутри все нормально. Но когда я вступал первый раз в партию, то вот эта вот обложка, куда потом, ну, засунула, видите, она у меня почти истлела, это был 50-й, 51-й год. Тогда еще была союзная коммунистическая партия большевиков. И вот как тогда всунул я свой партбилет, эту обложечку, потом я менял партбилет, туда обложка, вот у меня это сохраняется, ВКПБ. Значит, вы в партии почти 40 лет. Да, да, я вступил в кандидаты партии, в 51-м году. Вот из этих 40 лет, может быть, вы мне сейчас опять скажете, что это вот вы, зная со своей колокольни, ну, понимаете, вот я задумываюсь, 40 лет, черти сколько промотано на какие-то изживания детских болезней и ливизны, на исправление ошибок, на совершение новых. Казалось, что не было движения вперед. жизнь, понимаете, вы живете жизнь, вы ведь не думаете, что вы боретесь с ливизной, вы живете жизнь, вы работаете. Вот, чем наполнено, так сказать, это существование. А вот, реминесценции все, они у одних людей бывают, более глубокие, менее глубокие, зависит от разных причин, на каких-то этапах больше задумываешься, потом тебе опять захлёстывает какой-то поток жизни, меньше задумываешься. Поэтому ведь человек не живет все время, так сказать, ну, что ли, обмозговывая вот такие общие, такие, так сказать, какие-то тенденции развития. Вас слушают? Да. Да, я слушаю. Нормально. Завтра я опять улетаю в другую сторону, буду через неделю. Сейчас я очень занят. Позвоните мне, пожалуйста, ладно? Спасибо. Лучший милиционер. Так что, видите, вот, ну, что ли, невозможно всё время сжигать себя на костре самоанализа, вот я бы так сказал. Для этого требуется какая-то отстранённость, я понимаю, тогда я другой вопрос задам. Возможно, или наоборот, встранённость. Или, вот, для самоанализа требуется отстранённость, правильно, вот. Но не всегда эта отстранённость, так сказать, ну, что ли, происходит. Вот ты настолько глубоко погружён в этот мир, ты в нём и живёшь. Но вот вынырнуть, так осмотреться и увидеть вот всё, что вокруг тебя, по-разному, разным людям по-разному удаётся, скажем, разные силы, интеллекта, разные слова. у одних это всё время может происходить. У меня это не происходило вот так вот всё время. Да, где-то я выныривал вдруг вот из этой жизни, в которую я погружён, и понимал, допустим, понимал какие-то вещи, и иногда даже, собственно, вот, чтобы не было так больно, то опять нырял в эту, так сказать, повседневную жизнь, как средство избавиться от этой боли, потому что действительно это очень страшно, когда ты вдруг видишь, что всё не так. что всё не так. Субтитры сделал DimaTorzok Вы знаете это выражение неисправимые кремлёвские мечтатели? Слышал я это выражение. Но ведь я остаюсь им. Я остаюсь им. Я остаюсь им по двум позициям. Значит, я считаю, что, во-первых, ничто нельзя откинуть в историю, что не прошло эмпирической проверки. Ленинский план построения социализма эмпирической проверки не прошёл. И второй во имя самосохранения. Потому что, в общем-то, понимаете, в чём дело, то, чем я прожил жизнь, я не хочу сегодня потерять. Я боюсь этого потерять. Вы не можете уже жить в том, что... У меня есть моё убеждение. Я во имя их прожил жизнь. И так же, как сегодня, допустим, мне злобные письма пишут сталинисты. И не потому, что они плохие люди. Потому что не хотят утерять то, во имя чего они жили жизни. Так я не хочу. Это нормальное человеческое чувство. Угрюмый лес Стоит вокруг стеной, Стоит, задумался, идёт. Лишь бихрь в груди Его гребёт порой. Вперёд, друзья, Вперёд, вперёд, вперёд! Вперёд, друзья, Вперёд, вперёд, вперёд! Кто жизнь в бою неравном не щадил, Сослады к себе той идёт, Пусть знает, кровь его в трогу проднёт. Вперёд, друзья, Вперёд, вперёд, вперёд! Пусть знает, кровь его в трогу Промьёт, Вперёд, друзья, Вперёд, 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 вперёд! Когда подобный вопрос задали Улову Пальме, то он ответил на него так, что есть 72 известных ему определения социализма, он мог бы придумать или представить слушателям ещё и 73-е. Главное, мне кажется, во-первых, вот что. Надо, во-первых, признать со всей ясностью, что вот при определённых условиях складывается система антидемократическая, тоталитарная, в экономическом плане неэффективная, в нравственном смысле по отношению к человеку, как показали нам особенно сталинские годы, бесчеловечная, и это вместе с тем вполне целостная и по-своему логичная система, так же, как по-своему целостен и логичен западный капиталистический вариант развития. Наша сегодняшняя проблема состоит в том, чтобы нащупать, так сказать, у нас очень боялись этих слов, этого определения, но я его, тем не менее, скажу, ничего крамольного в этом не видя, в поисках третьего пути, в поисках такого варианта общественного исторического развития, при котором наличие общественной, действительно общественной собственности на орудии и средства производства, наличие самой полной демократии, до которой доработалась мировая цивилизация, вот, способна будет, способна ли это проверить история, дать основу для столь же целостной, столь же законченной внутренне самодвижущейся общественной системы. Вот поиски этой третьей системы, такой же целостной, такой же законченной, и вместе с тем имеющей в себе ресурсы саморазвития, так, чтобы не ждать постоянно нового и нового толчка сверху, вот наша сегодняшняя задача. Формально, формально, скажем, определение, допустим, нет частной собственности производства, нет эксплуататорских классов, вот это формальное определение социализма, и с этой точки зрения, да, вот мы сделали социализм, но вот, да. Отсутствие эксплуатации не означает присутствие социализма. Да, да, конечно, конечно, но это уже теперь, теперь вам, с вашим образованием, и с тем опытом, который мы дали вам, вы можете так легко это сказать. Нам это было гораздо тяжелее все это давалось. Вот, и тем не менее, и тем не менее, вот только мы сейчас начинаем подходить к тому, что в чем была ошибка, я так, можно даже скажу, и Маркса, и Ленина, если угодно, она заключалась в том, что считалось, что достаток человек это совокупность общественных отношений, да, значит, достаточно изменить эти общественные отношения, и изменится человек. И как Ленин сказал на 3-м съезде комсомола, вот те, кто из вас здесь сидит, они будут жить при коммунизме. Вот было такое представление о возможности перехода к коммунизму. Вот мы сейчас заменим, поставим другой мотор, и люди изменятся, и все будет нормально. И прошло много десятилетий. Я даже не беру, скажем, эксцессы култоличности Сталина, они могли быть, они могли и не быть. Вот это тоже случайность, хотя случайность можно, опять-таки, обосновать особенности России, там чего угодно. Но тем не менее, гораздо глубже процесс преобразования природы человека. И если бы даже ничего страшного не произошло, все равно не было бы социализма в классическом смысле этого слова, потому что вот мы сейчас видим переход от, скажем, общества индивидуалистического к коллективизму, наверное, нужны какие-то длительные периоды переходных мер. Вот сейчас, допустим, сейчас мы возрождаем ренессанс кооперативу. Это вызывает и ругань всякую, все что угодно. Но тем не менее, есть форма, одна из форм соединения вот всей предыдущей истории, когда было это и будущей истории. Когда что-то, так сказать, наше. И вот теперь у нас уже хватает ума понимать, что, во-первых, нужно делать в самых разных формах, а во-вторых, хватает ума, оказывается, понимать, что человек, может быть, займет сто лет еще, а может быть, двести, и никто этого не знает. Никто не знает. сей, что, нерético, они не знает, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Свободна и достигнут своего совершенного воплощения только при условии, если она будет развиваться не за счет подавления других идей, а за счет свободного развития, соревновательного развития других идей вместе с этой идеей. Субтитры создавал DimaTorzok Просьба такая. Вернуть российское наше гражданство человеку, который первый осмелился сказать правду о Сталинщине, который первый призвал из себя и нас не лгать великому писателю земли русской, великому гуманисту Солженицыну. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вы нашли общий язык с железной леди, вы нашли общий язык с Бушем и Рейганом, вы нашли общий язык с Папой Римским, они не перестали быть антикоммунистами. Неужели... И нашли этот язык на почве гуманизма. Неужели мы с Солженицыным не найдем на этой почве с великим гуманистом общий язык. Давайте подумаем о том, что если бы жили сейчас Пушкин, Достоевский, Толстой, ну неужели бы мы с вами им понравились. Ну и что? За это их выслать? Это правда очень тоже сложный вопрос. Я иногда сейчас думаю, ну хорошо, а если бы остался Андропов, вот было ли то, что мы сейчас переживаем? Ну конечно, точно на это ответить нельзя. И я очень симпатизировал Илью Владимировичу и сейчас для меня это лучше, конечно. Ну человек, сыгравший большую роль в моей биографии не в смысле каких-то должностей, а просто в смысле моего учителя политического. Вот. Так вот, я все-таки думаю, и то, что он говорил, конечно, видел, видел невозможность того, что происходит. И считал, что нужно, в общем, радикально менять какие-то вещи. Но я все-таки думаю, что вот если бы он остался, то вот направление, по которому мы сейчас идем, наверное, было бы то же самое. Но вот темпы перемен, возможно, так сказать, степени радикализма, наверное, все-таки бы отличались, потому что невозможно выпрутить из своей биографии. Она довольно такая тяжелая была в этом плане. Я думаю, что он бы не смог себя перестроить вот на такой лад, в котором работает, скажем, Горбачев. Вот в этом режиме он не мог бы работать, потому что это уже еще было другого поколения. Я был в кабинете одного видного газетного начальника, когда он просматривал почту и в московских новостях наткнулся на некролог памяти Виктора Некрасова. Этот человек просто закричал, я от него не ожидал. Господи, ну ничему жизнь Егора не учит. Потом закрыл газету и сказал спокойно. Снимут его через пять дней. Нет, даже через три. И тут же раздался звонок, его приглашали на какое-то совещание, посвященное этому возмутительному поступку. Жизнь вас ничему не учит. Ну почему здесь оказывался прав. Вы пришли сегодня, спустя год или полтора, сколько прошло, я забыл. Вы пришли в дом редактора московских новостей. Понимаю, в чем дело. Есть одна очень важная вещь, я как раз на днях говорил с одним автором, что он написал нам об этом. Значит, нас пытаются убедить в том, что сталинскую эпоху, эпоху периода иностранизации и так далее, периода иностранизации и так далее, мы должны рассмотреть так, вот было так, но было и этак. Вот были, так сказать, дикие допросы с избиением людей, засовывание голого последственного, так сказать, вплевательницу, но в интернете построили не прогресс. Я категорически против такого подхода. Понимаете, сказать, эпоха определяет тенденции. В каждой эпохе будут и такие, и такие факты. Если со мной не согласны в этом, те, кто не согласны со мной в этом, они сразу попадутся на сегодняшние эпохи. Потому что в сегодняшнюю эпоху есть вещи, которые поддерживают перестройку, есть еще худшее снабжение в магазинах. Есть вещи, сказать, справедливости, есть люди, которые до сих пор не реабилитированы еще со времен Брежневской эпохи, я имею в виду хозяйственных, неправильно посаженных и так далее. Что определяет сегодня эпоху? Определяет тенденция. Так вот, согласно тенденции, я оказался прав. Понимаю, в чем дело. Потому что в первый раз было очень страшно давать материал Тарковскому. Сегодня ни одна газета практически, касающаяся советского кинематографа без Тарковского, не обходится. Был очень страшно защищать архангельского мужика. Сегодня ни одна газета, говоря, так сказать, об арендаторах и так далее, не обходится без Севкова, без архангельского мужика. Да, было очень неприятно, когда меня на том совещании, на который шел ваш знакомый, обвинялись за Виктора Некрасова. Но сегодня, конечно, написал уже книгу о Викторе Некрасове. И мы, московские новости, дали реплику в адрес огонька литературки, что не надо излишне трепать имя Виктора Некрасова. Понимаете, в чем дело? Так что, в общем, здесь все в порядке. В общем, все, что мы пишем, из-за чего у нас бывает очень много неприятностей, рано или поздно делается общепринятым. Значит, тенденция, значит, мы в тенденции. Понимаете? А временные неприятности, временные удары по одному месту, ну что же это? Видишь, нормально. Это где-то близко к гарантиям, что ли, к перестройке. Вот Царство Божие внутри нас. Нужно внутри себя что-то переступить, вот чтобы уметь говорить, скажем, нет начальству. Чтобы уметь не поднимать руку за, если ты внутренне против. Чтобы почувствовать себя гражданином, ну и, что ли, научиться уважать самого себя. Ведь это безумно трудно. И вот вы говорите, что нужно делать. Конечно, это дурацкий совет. Нужно бороться. Вот. Другого слова нет. Нужно драться. Да, это тяжело. Да, это безумно тяжело. И раз вы деретесь, значит, вы будете пропускать удары. И, в общем, очень болезненно. Это все понятно. Но, тем не менее, другого выхода нет. И тут у нас, ну что, вот скажем, я по своей работе знаю. Конечно, у меня, допустим, мимия есть. Мне все это проще и легче уже. Но, тем не менее, я пошлался за последних, скажем, пять лет, я два раза по году не выступал на телевидении. Два раза. Вот, пожалуйста, один раз я сам, так сказать, вроде самолешенцем себя в знак протеста объявил. А второй раз меня. Вот, пожалуйста, это реально есть эта борьба. Вот. Вы понимаете, но это все-таки Москва, где есть вилки разных сил. Есть тут начальство, есть там начальство. Это в Москве могла Таганка десять лет существовать. А в каком-нибудь Вологде или Ставрополье перекрыли бы кислород. Безусловно. Но, тем не менее, тем не менее, другого выхода нет. И на Вологде, и в Ставрополье надо драться. Вот, если вы хотите, чтобы что-то изменилось, не надо ждать, пока приедет Горбачев в Вологду и проведет партийный актив. Или я уже не знаю там, кто еще. А надо драться. Это банальный очень совет, и я понимаю, так сказать, как к нему можно отнестись. Но вот часто очень главный истинный всегда банальный. Никто не даст нам избавления. Вот эта, кстати, строчка, она абсолютно к перестройке имеет полное отношение. ПЕСНЯ 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 К сожалению, нет вот такой волны молодых людей, понимаете, которые вот исполняли ту функцию, которую наше время после 20-го съезда пыталось исполнить. Нет ее. Это все как раз вот они опять. Мы допеваем свою вот ту песню, которую начали петь после 20-го съезда, и потом же не смогли... Вот сейчас мы допеваем эту песню. Мне трудно понять мои детей, понимаете? Медрун поделил мои детей, хотя бы потому, что для меня люди всю жизнь делились на тех, кто получают зарплату из вот этого окошка государственной кассы, и люди, которые получают деньги вот так из рук в руки от кого-то, это были люди вне моего круга, и я их просто не мог, как-то сказать. Для меня это были люди из другого места. Понимаете, когда сын бросил журналистику, и в общем у него это получалось неплохо, если помните статью в Огоньке о Люберах, это написал Володька, бросил и ушел факт, создал кооператив «Факт», и стал представителем кооператива. Мне было очень трудно это пережить. Я не мог это понять. Он мне сказал отец, ну в общем понимаешь, чем дело ты, много все мне говорят журналистики, я ни в чем не реализую твой путь, но я хочу создавать конкретику, а не слова. Я хочу попробовать строить новое общество через конкретику, а не через слова. И когда сегодня дочка пришла ко мне и сказала о том, что она тоже создает свой кооператив, и тоже уходит из журналистики, и она тоже журналист. И в общем не похоже, что она через день ведет свою колонку в учительской газете. Она создает кооператив группу молодых женщин, они создают такой кооператив, сказать, пакет для рожениц, воспитание традиционное, нетрадиционное, японское, американское, чешское. Такой пакет можно выписать, ты получишь его, значит, в первый год, во второй год, в третий год, до пяти лет воспитания. Скажите, что я их понимаю, я не могу. Я связан, сказать, весь, в политических, государственных структурах, я в них, и, так сказать, быть, ну, то, что, значит, говорю, кустарый девочек без мотора, для меня это вещь немыслим. Ну, это, так сказать, вера поколения. В любом случае, это свобода. Недавно мы с Юрием Николаевичем Афанасьевым, ректором историко-архивного института, ездили в политклуб набережной Челны, там уже пять лет о нем писали, политклуб имени Бухарина. Нас пригласили с выступлением, и вот там не особенно стало ясно, для чего мы сейчас еще нужны. Нас там зовут поколение шестидесятников, хотя, скорее, надо было говорить о поколении пятидесятников, что ли, или второй половины 50-х годов. Ну, можно и так. Но они очень интересную формулу придумали. Поколение людей с разбегом, но без прыжка. Такая точная формула. Но дело в том, что ребята говорили, что мы не социальные колумбы, и мы никак не можем теперь в условиях перестройки, нового подъема, обойтись без вашего опыта, и негативного, и позитивного. Сумеете ли вы поверить нам, это зависит от нас. Потому что, ну, критерии, критерии, все это критерии. Но вот мы сидим, и одно из двух, либо вы мне поверите, либо нет. Вы можете мне не сказать об этом. Так, ну, про себя вы подумайте. Вот от этих неуловимых вещей в психологии честности, правды, не завуалированной этими чугунными формулировками, в разговоре прямом с молодежью сейчас, ну, одна из самых главных гарантий. 60 процентов, и через 3-4 года решать будут они. Удастся ли нашему поколению передать свои боли, свое нажитое, или не удастся. От этого, в общем-то, от этого все зависит. Мое поколение посвящается Юрию Корякину. Всего на одно лишь мгновение Раскрылись две створки ворот. И вышло мое поколение В свой самый последний поход. Да, вышло мое поколение Устало из двоев ряды. Не просто, наверное, движение В преддверии новой беды. Да, это мое поколение И с нами не скромен наряд. Но риск, и любовь, и терпение На наших погонах горят. Гудят небеса грозовые, Сливаются слезы и смех. Все маршалы, все рядовые И общая участь на всех. Увидеть краем глаза, что, кстати, мы пробились в какое-то новое пространство. Я даже не успею сам в него пробиться. Но увижу, что вот вы в него, так сказать, пробиваетесь. Вот это вот, конечно, было, наверное, Пока-пока еще точка возврата не пройдена. И поэтому об этом, конечно, тревожно Обо всем думается. Огромная страна сейчас такой огромный Развороченный муравейник. Понимаете? Все в процессе каких-то перемен, Где сталкиваются и понимания, и непонимания, И разные представления, и разные идеалы, И консерватизм, и радикалипс, и все что угодно. Все перемешано сейчас у нас. И огромное количество ожиданий, И огромное количество обманутых ожиданий, И желание сделать это все быстрее, И невозможность это быстрее сделать. И как это все пойдет? Ведь это же Россия все на ней. Это Россия. И здесь Бог знает, что может быть. Спичку бросишь, вот этот лес Вспыхнет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok